Субтитры сделал DimaTorzok И в прошлой серии мы повстречали какую-то рассеренную курицу Майюри... Нет, ничего не произошло Она еще какое-то время стояла будто опустошенной, но потом взяла себя в руки и вернулась в привычный вид Но что-то явно было не так Она вела себя странно Что я должна сказать ей? Пока я колебалась, Крис жала мою руку и ответила Я в порядке Что насчет тебя, Майюри? Все хорошо, ты в порядке? Случилось что-то? Ее хватка была, на удивление, сильна Но ее холодные пальцы по-прежнему дрожали Крис... Майюша всегда в порядке Всегда весела и энергична Понятно Я рада Я больше беспокоюсь о тебе, Крис Майюри... Майюри... Майюши всегда готова выслушать любого хорошо Так что тебе не нужно пытаться что-то скрыть Но... Я не... Я не привыкла вот так открыто говорить с кем-либо Тогда ты можешь попробовать со мной Верно? Майюри... Я хотела помочь Крис почувствовать себя лучше Так же, как и Ферис Помогла мне Я стараюсь придумать хороший способ сделать это Пока я думала над этим Я положила печенюшку в деревне Теканока ей в рот Что это? Шоколад? Это... Амулет, чтобы ты почувствовала себя лучше Амулет? Просто шучу Я просто только что купила их И подумала, что съеденная вкусняшка Сделает тебе настроение чуть получше Тебе легче? Хочешь еще одно? Майюша тоже съела одну Потом улыбнулась И протянула Крис еще одну печеньку Крис наверняка скажет, что Амулеты и подобные штуки Антинаучны и не верит в них Но мне как показалось, что вкусная еда Очень даже эффективное средство Ага, эти амулеты Какой-то вид японской магии, да? Интересно В этом нет ничего научного Но они наверняка вызывают эффект плацебо А у него очень высокая эффективность Майюша Ни слова не поняла Про эффект плацебо Но если он сработал, то я очень рада Майюри Майюри, спасибо Кажется, будто я была не в себе Серьезно Это очень не похоже на меня Конечно Приятно видеть, как Крис вернулся в свое обычное состояние Майюри Майюри, есть ли у тебя сегодня какие-то планы? Да, я кое-что должна маме Понятно Ну тогда еще увидимся Крис улыбнулась Хоть уже и не смотрела в мою сторону Но этот ее спешок чувствовался напряженным Потому что у меня появилось чувство, что нельзя оставлять ее одну Поэтому прежде чем Крис замешкалась в толпе Я схватил ее за рукав А что? Ну Крис, почему бы тебе не пойти со мной? Но Майюри, ты же сказал, что у тебя есть планы Да, но перед этим мне нужно заскочить на мою работу Крис, тебе нравится Мэйд Кафе? Знаешь, я нахожу это заманчивым Но также и пугающим Это не совсем то, что мне привычно Это место, где работает Майюши Парфе Нян-нян, восхитительно Я уверена, что если ты поешь там То получишь полный заряд энергии Полный заряд энергии Прямо как от Раму на Сенку То есть, давай притворимся, что ты этого не слышала Верно, верно Так что, ты пойдешь Майюрию угостить тебя? Понятно, но если ты меня приглашаешь, то я пройдусь с тобой немного Ура Тогда пошли, хозяйка Крис Позволь мне привезти тебя Я мягко взяла руку Крис И мы направили в сторону Майквин Я уверена, что Феррис сможет поднять ей настроение Так же, как она подняла его Майюши Я надеялась всем сердцем Я вернулась в кафе и познакомила Крис с Феррис Если честно, Майюши так же очень хотелось Кушать парфе нян-няну вместе с ними Но я уже опаздывала и не хотела, чтобы мама ждала меня еще дольше Я тайно попросила Феррис Записать стоимость парфе на Майюши И направилась к выходу Я надеюсь, Феррис и Крис поладят С бабушкиным букетом на этот раз в руках Майюши Я встретила маму и мы направились в храм В храме мы встретились с родственниками и провели церемонию После этого Майюши со всеми попрощалась и в одиночку направилась к бабушкиным надгробью На кладбище было до ужаса тихо Здесь никого не было, точнее здесь и никого не должно быть Что? Перед могилой бабушки стояла знакомая тень В лабораторном халате А Карин? Сидевший с локтями на коленях и обхвативший руками лицо А Карин выглядел так, будто думал о чем-то Но после того, как Майюша его позвала, он поднял свою голову Майюри В тот момент, когда я увидела опустошенные пустые глаза А Карина Мое спокойное самочувствие улетучилось в мгновении ока А Карин, что ты здесь делаешь? Я ждал тебя Но ведь Майюша не просила А Карина приходить сюда сегодня А разве нет? Безумный ученый всегда знает, где его заложница Прямо как в моем сне Но когда он сказал это, выглядело так, будто ему очень больно Намного больнее, нежели в моем сне Его вид приносил боль и в мое сердце тоже Вокруг было ни души Немая тишина Эта тишина пронизывала меня до костей Я должна начать разговор Знаешь, я очень удивлена У меня был сон, в котором А Карин Также находит Майюша у могилы бабушки И чувства, которые были там, ощущаются прямо сейчас Точно так же Понятно Этим утром мне подумалось, что было бы здорово, если этот сон сбудется Но... Слушая Майюшины слова, А Карин улыбнулся Это была слабая горькая улыбка Сон стал явью Такое чувство, будто он, как обычно, знал, что должно произойти Но, А Карин, ты выглядишь таким расстроенным Может быть, мне не стоило мечтать о том, чтобы этот сон сбылся Не говори так Но для А Карина, Майюши Ты не Абуза А Карин сказал, ты быстрее меня А Карин Ты не Абуза Я никогда Никогда не чувствовал такое по отношению к тебе И клянусь Откуда Откуда ты знаешь, что Майюши собиралась сказать? Слишком сильный уровень сохранизации с моим сном Он не мог быть настолько реальным Ой, не туда Термин, используемый в очень популярном аниме о роботах 90-х годов В этом аниме этот термин использовался для обозначения способности пилота управлять гигантским роботом Наряду с синхронностью этого обычно используется, когда два человека соглашаются в чём-то Это про Евангелион, что ли? Выглядит так, будто он повторно смотрит один и тот же фильм Запомнив при этом каждый диалог Такой подвиг Ничто для Хойна Кьомы Неизвестно, что происходит в разуме каждого Я подошла к Акарину и встала напротив него Я положила букет ему на колени И присела так, чтобы быть с ним на одном уровне Затем я взяла его за руки И посмотрела ему прямо в глаза Акарин В последнее время с тобой что-то не так, верно? Со мной всегда было что-то не так С угрымым выражением лица Акарин избегает моего взгляда Он по-прежнему такой же упрямый, как был в детстве Это верно, но здесь нечто совершенно другое Ты могла бы хоть чуть-чуть пойти в отрицание Я имею в виду, что-то явно произошло Майюри, мне очень жаль Что сейчас тебе приходится нелегко Сейчас я не готов об этом говорить Если ты немножечко подождешь, я вскоре все тебе объясню Когда придет время, я обязательно тебе все расскажу Так что подожди, пожалуйста Из-за этого Рочарова надо уже больше, чем во сне Взгляда Акарина я не смогла не проронить ни слова Я не хочу, чтобы Акарин больше страдал Я не знаю причины, но мне кажется, что Акарин очень сильно страдает из-за Майюши Хорошо, я поняла Акарин Майюри Извини, что я всегда полагаюсь на тебя, Акарин Не извиняйся, это я должен просить у тебя прощения Это неправда Я собиралась сказать это, но подумала, что эти слова расстроят Акарина еще больше Так что я попыталась сказать что-нибудь другое Эй, Акарин Почему бы нам не поесть немного данго, как в старые добрые времена Майюши немного проголодалась Хорошо Кушая вкусную еду, настроение быстро поднимается Не правда ли? Майюри, ты просто любишь вкусно покушать, так ведь? Как необычайно просто Выражение лица Акарина смягчилось Не только Майюши, каждый человек любит вкусно покушать Я надула щечки и знак протеста Даже среди всего человечества ты и Майюри еще та, Абжора Нет, я так не думаю, Майюша вполне обычная Но ты ведь постоянно ешь все подряд Бананы или жареная курочка Что? Ты правда так считаешь? Ага В любом случае, я не могу оставить тебя голодной, Майюри И в качестве наказания я заставлю тебя есть данго до тех пор, пока оно не начнет вызывать у тебя отвращение Конечно Такие наказания всегда были мне по душе Придя в более привычное состояние, Акарин поднялся с колен Но перед этим Я положила бабушкин букет напротив ее надгробья Сложила руки в молитвенной позе и закрыла глаза Я чувствовала присутствие Акарина рядом Было абсолютно тихо Было много вещей, которые я хотела рассказать бабуле Но сейчас я могла сказать лишь одно Бабуля Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне уменьшить тягость Акарина хоть немного Пожалуйста, дай силы сделать это После прочтения молитвы я медленно открыла глаза и начала искать полярную звезду, как и всегда Я почти сразу нашла ее Я устремила свой взгляд прямо на нее, молясь еще раз всем сердцем, отвечая на мою молитву Звезда мягко сверкнула мне в ответ Прошлой ночью Акарин приговорил меня к наказанию через данго Крошечные пельмени жарились на углях, как и раньше Они были слегка поджарены, а паста из красных бобов не была слишком сладкой Они были очень вкусными Мы с Акариным ели и ели травянистые усаданго и сочные метараши данго, пока не объелись Прошло так много времени с тех пор, как мы делали это в последний раз Мы начали говорить о том времени, когда я каждый день навещала могилу бабушки И это естественно заставило нас поговорить о прошлом Например, когда Акарин хотела быть похожим на понравившуюся ему персонажа Владеющего огнем И помешался на перчатках без пальцев А когда Маюша только начинала делать косплей костюмы Мы долго говорили об обычных повседневных вещах Мы разговаривали как раньше, когда мы с Акарином были единственными лабмемами Может быть это потому, что мы были так заняты Вчера был первый раз за долгое время, когда мы смогли расслабиться Вчера вечером я хотела написать в дневнике перед сном Но придя домой и приняв душ, я так устала, что сразу же уснула Мне даже не снились кошмары, давно я так крепко не спала Но когда я проснулась, к моему удивлению, был уже поздний вечер Мама смеялась надо мной, что я так долго сплю После чего очень позднего завтрака Вместо перекуса я решила написать о вчерашнем наказании данго в своем дневнике Пока не забыла Вот и все Я закрываю дневник и закончу запись Я чувствовала себя так, будто много... Многое достигло Потому я торжествующе выпрямилась Точно, пока не забыла Отправлю Акарину благодарность за вчерашнее Я достаю из сумки мобильный телефон О нет, я забыла его зарядить Подключив свой мобильный телефон к зарядке, я получаю поток сообщений После того, что я сказала Феррис, я... И всего остального я стала хуже всех Извини, что беспокоюсь тебя, пока ты занята, ня Мне нужно поговорить с тобой, Акуня Перезвони мне сразу же, как увидишь, а ты ня А также много пропущенных звонков от Феррис Интересно, в чем дело? Что-то случилось с Феррис или Крис? Не отвечает Не отвечает Какой-то причине у меня было плохое предчувствие Здравствуйте О, Маюша, я ждала твоего звонка, ня Прости, что так поздно отвечаю тебе, Феррис Я не заметила, что мой мобильный телефон разрядился Нет, это мне сейчас нужно извиниться, ня Что случилось с Крис? То есть Феррис разозлила Куня? Ня Что произошло? Поскольку Ку, похоже, беспокоился о своем отце Я не могла оставить ее в покое И в итоге я сказала ей то-то-то Она беспокоилась о своем отце? Я не хотела, чтобы она испытывала те же сожаления, что и я Потому я сказала ей, что они должны попытаться поладить Мне кажется, я немного переборщилась, Куня Она так разволновалась, потом она сказала что-то странное и убежала Что-то странное? Мы никогда больше не встретимся И все равно скоро забудете, что я здесь была Я не понимаю, что она имела в виду Кристиан сказала это? Она ни за что не сказала бы ничего подобного без причины И она сказала бы Все равно скорее забудете, что я здесь была Кого она имеет в виду? Под вы Значит ли это, что люди кроме Феррис Забудут о существовании Крис? Многие люди могут забыть о встрече с кем-либо После долгого расставания Но почему она сказала скоро? Значит все забудут о существовании Крис? Значит ли это, что я никогда не смогу уйти и снова? Это не может быть правдой Я наверное слишком много думаю об этом Я трясу головой, чтобы выкинуть из головы эту ужасную идею Но плохое предчувствие внутри меня только усиливалось Верно Здесь Крис Крис Это странно, она казалась совсем не такой, как описывал ее Кема Она выглядела очень расстроенной Я чувствовала, что что-то неладное Но я не понимала, что Крис так расстроена Если бы я заметила, я бы сразу пошла Крис После поминок По крайней мере, если бы я не дала своему мобильному телефону сдохнуть Я бы заметила от сообщения Крис и звонки Феррис Раньше Не могу поверить, что я проигнорировала их, чтобы вместо этого съесть Данго с Акариным Прости, Феррис Что, если то, что я сказала, стало последней каплей для Курицу? Не может быть Крис прислала мне сообщение с просьбой передать тебе, что ей очень жаль Ты не сделала ничего плохого, Феррис Маюши Возможно, я не смогу связаться с ней прямо сейчас Но Маюши сделала все возможное, чтобы это сделать Было бы здорово, не Могу ли я что-нибудь сделать? Может мне одеть свою черную одежду, чтобы мы могли попытаться поймать ее за хвост? Нет, я не думаю, что стоит поднимать шум Сначала я попробую поискать ее самостоятельно Если не поможет, я могу попросить тебя, Феррис Поняла, не Я обязательно подготовлюсь на всякий случай Не Спасибо, Феррис Я не думаю, что смогу оставить Ку в покое, не Я не могу перестать беспокоиться о ней Это еще одна история из твоей предыдущей жизни, Феррис Точно, не Мы должны погасить свои долги Папа тоже так говорил, Феррис Тоже попытается подумать о том, что она может сделать для Куня Спасибо, но тогда, если что-то произойдет, я тебе позвоню Я рассчитываю на тебя, не Ложив трубку, я снова пытаюсь дозвониться на мобильный Крис Но она не отвечает Через некоторое время телефон переключается на голосовую почту Пожалуйста, будь в порядке, Крис Возможно, она просто слишком занята, чтобы отвечать на звонки, но Это плохое чувство не проходит, и оно заставляет меня чувствовать себя беспокойно Интересно, что случилось? Майюша никогда не сможет забыть Крис Скоро все забудут Крис? Я не могу в это поверить Как скоро это наступит? Вот почему она вела себя так странно? Я хочу увидеть Крис Нет, мне нужно увидеть ее Я больше не могу себя сдерживать, я хватаю свой мобильный телефон и убегаю из комнаты Оказавшись в Акихабаре, я ищу Крис на многолюдной главной улице Я молю своему сердцу, чтобы мне удалось столкнуться с ней, как это было вчера Крис, здесь нет Я пыталась дозвониться до нее еще несколько раз, но соединения не было Я также написала Дару и Акарину о том, знает ли она Они где Крис Но ответ получила только от Дару Дару говорит, что она В лаборатории, как обычно Но он не видел Крис Последние два дня или три Я тоже не могу дозвониться до Акарина Это совпадение? Я слишком много думаю Сейчас не время беспокоиться об этом Но Все в моей голове смешалось Акарин тоже вел себя очень странно Но это, вероятно, вина Маюши Возможно, Крис ведет себя так из-за Маюши Я знаю, что делаю поспешные выводы Но, возможно, это интуиция Когда у меня возникает плохое предчувствие Я обычно оказываюсь права Поэтому я не могу его игнорировать Может ли это быть? Я смотрю на небо Еще мгновение назад было солнечно Но внезапно надвинулись темно-серые тучи Пока я стояла и думала, что может начаться дождь Капли дождя начали падать Так и знала Пошел дождь Я убегаю в укрытие под козырьком магазина Дождь начинает идти все сильнее и сильнее Вскоре начался ливень Почему все всегда так происходит? Отстой! Она умеет так выражаться, что ли? Почему-то всегда идет дождь, когда мне нужно сделать что-то важное Акарин говорит, что моюши магнит для дождя Когда я стою с Акарином во время дождя Он всегда винит меня и говорит Вот почему я всегда говорю тебе носить с собой зонтик Но когда я говорю, что это было бы слишком проблематично Акарин всегда качает головой и глубоко вздыхает В итоге он всегда покупает в магазине пластиковый зонтик И накрывает им нас обоих Так что у меня теперь целая гора пластиковых зонтиков от Акарина Выбрасывать их жалко, поэтому они стали своего рода коллекцией Или льет, как из ведра Надеюсь, он скоро кончится Интересно, что Акарин делает сейчас? Крис в порядке? Надеюсь, они не попали под этот дождь Ну, насколько мне... Если это прям тот момент То, скорее всего, они не попали под дождь Потому что, по-моему, в этот день Возможно, у них был важный разговор Маюши Тяжелое бремя для них обоих Я промотала эти слова и покачала головой Нет, это не так Я слишком много думаю Будто я сейчас нахожусь в режиме суперчувствительности Такое иногда случается Обычно меня не беспокоят мелочи Но иногда я не могу перестать зацикливаться и беспокоиться о крошечных деталях Всякий раз, когда это происходит Акарин осмехается надо мной И говорит Ты беспокоишься о мелочах Это совсем на тебя не похоже И пытается подбодрить меня Если бы только Акарин был сейчас рядом со мной Если бы он только посмеялся над всем этим и сказал мне Майюри слишком много думает Не может быть Я не могу не думать об этом Возможно, Майюши слишком сильно полагается на Акарина Акарин Он как странный старший брат Когда я нахожусь с ним рядом То чувствую себя в безопасности Вот и все Я пыталась мыслить позитивно Но чем больше я пытаюсь успокоить себя Тем больше беспокойства испытываю Просто Все Дождь оказался проливным Так что вскоре он закончился Как только дождь прекратился Я продолжила поиски Крис Заходящее солнце Отражаясь от мокрого тротуара Ослепляет меня Я прищуриваю глаза И ориентируюсь среди прогулившихся людей В поисках Крис Но я нигде не могу ее найти Я думал, что смогу уйти ее в любое время Так как у нас есть мобильники Я опускаю взгляд на свой телефон И вздыхая Вдруг кто-то окликнул меня Майюши, что привело себя сюда? Дару Я видел твое сообщение Ты все еще ищешь Макисы? Да, я не могу до нее дозвониться Это что-то срочное? Ну я не знаю, нужно ли это срочно Я не хочу, чтобы Дару тоже волновался Потому решила ничего не объяснять Как насчет тебя, Дару? Ты куда-то собираешься? Да, я планировал зайти в Майквин А затем пройтись по интернет-кафешкам Вау, должно быть богат Дважды в год Во время сезона Камима я даю себе Разрешение делать все, что захочу Но это я всегда коплю деньги Ого, Дару Ты копишь деньги только для Камима? Ты образцовую атаку, да? Ты мне льстишь Но если увидишь Крис Не мог бы дать мне знать Окей Спасибо, увидимся позже Позже После расставания с Дару Я снова вдохнула Может сходить в лабораторию И Крис могла пойти туда После ухода Дару Я решила пойти туда Дойдя до здания лаборатории Я остановилась Свет горит Сначала я подумал, что Дару Забыл выключить свет Но потом я увидела Как в окне шевельнулась тень Это может быть Крис Перепрыгивая через две ступеньки за раз Я бросилась вверх по лестнице Я распахнула дверь И вбежала в лабораторию Крис, ты здесь? Майюри? Акарин? С дивана встала не Крис, а Акарин В чем дело? С ней что-то случилось? Поражение лица Акарина меняется Когда он хватает меня за руки Его огромная сила потрясла меня Акарин Извини, но ты делаешь больно Моим рукам Прости Акарин приходит в себя И отпускает мои руки Все кажется таким неловким Причем халата Акарина Привлекло мое внимание На нем зигзагообразный Розовый стежок Да, это тот самый Тот самый день Я рефлекторно отвернулась Акарин Что-то случилось с Крис? Нет Нет Ничего Но если бы ничего не случилось Ты бы не стал так волноваться, верно? Майюри Ты и Крис С вами обоими что-то не так Я знаю Ты просил меня не спрашивать Но я хочу знать Я не могу Что если произошло что-то ужасное О чем Майюша не знает Что если я стану обузой не только для тебя Но и для Крис Все совсем не так Акарин никогда не умел врать Эй, Акарин Что такое? Крис не исчезнет Я надеялась, что он посмеялся над этим Как над глупой шуткой Но Акарин молчит Он плохо умеет врать Поэтому его молчание можно расценивать как ответ да Значит ли это, что Крис скоро исчезнет? Этого не может быть Почему? Я не могу поверить в то, что она исчезнет Я чувствую жжение в носу И мое зрение затуманивается Мои слезы падают на ковер Я никогда не допущу такого будущего Я отказываюсь его допускать Акарин выглядит побитым и изношенным Но в его глазах столько огня Что это пугает меня Я не сдамся Я обязательно найду другой способ Я найду приемлемое решение До тех пор я буду продолжать возвращаться в прошлое Судьба меня не остановит Акарин Его слова только что прокрутились у меня в голове Акарин прыгал во времени снова и снова Все для того, чтобы изменить наше будущее Акарин сражался один за всех нас Я понятия не имела Почему ты всегда? Больше я ничего не могла сказать Я беру руку Акарина и прижимаю ее к своей щеке Его большие руки были грубыми и костлявыми Прости Акарин Прости Акарин Я никогда не понимала Слезы катились с моего лица на ладони Акарина Акарин Ты так много страдал Я не могу сказать, что ты не выкладывался на полную Ты и так давишь на себя больше, чем можешь выдержать Я не могу сказать тебе, чтобы ты успокоился Я не хочу, чтобы Крис исчезла Акарин, ты единственный человек, который может спасти Крис Да Но почему? Почему только ты, Акарин? У меня сердце разрывается от того, что я не могу ему помочь Акарин был единственным, кто поддерживал меня, когда мне было больно Я всегда хотела вернуть этот долг Я хотела поддержать Акарина, когда ему было больно Но Майюша ничего не может сделать Я бы хотела, чтобы Майюша прыгнула вместо тебя, Акарин Я сжимаю его руку Не говори ерундой, Майюри Ты ни за что не сможешь выполнить отвратительную работу Единственного неповторимого Хюан Кьомы Акарин ухмыльнулся, как обычно Все это воля врат Штейна Тебе не нужно беспокоиться Но Заложники должны вести себя, как заложники И молчать Акарин еще сильнее нахмырил брови Озабоченность на его лице не позволяет мне сказать что-то большее Майюша не хочет делать ничего, что могло бы навредить Акарину Я не хочу видеть его лицо таким Майюри Ты ведь обещала, помнишь? Когда придет время, я все тебе расскажу Ты ведь не забыла об этом, правда? Я помню, но Акарин Теперь, когда я знаю, что Акарин сражается там в одиночку Как я могу просто оставаться здесь и ждать? Я хочу помочь Акарину, неважно как Майюша хочет быть полезной Я хотела сказать ему это Но я заставляю себя проглотить эти слова в самый последний момент Обещания нужно выполнять Так ведь? Слова застряли у меня в горле, как камни Но мне удалось их вымолвить Суровое выражение лица Акарина смягчилось И я почувствовала облегчение Но Акарин, пожалуйста Не дави на себя слишком сильно Я знаю, что бессмысленно говорить тебе, что нужно стараться изо всех сил И в то же время Не перенапрягаться, но Я буду в порядке Но ты, Майюри Ты больше Больше что? Ты в порядке? Ты сейчас в порядке? Поняв, что Крис и Акарин задали мне один и тот же вопрос Мой разум на секунду помутился Боже Акарин Я говорила Крис То же самое Майюша в порядке и всегда полна жизни Понятно Выражение лица Акарина омрачилось Похоже, у Крис и Акарина есть какой-то секрет Которым они не могут рассказать Майюше Наверное, я правда причиняю им боль Прости, что ты говорила о Кристине С ней что-то случилось? Ну, я вообще не могу до нее дозвониться Она вела себя как-то странно, поэтому я волновалась И искала ее Акарин отводит от меня взгляд и вздыхает Он, кажется, ничуть не удивлен, будто он ожидал этого Хорошо Я помогу тебе найти ее Ну, вообще-то, Акарин, ты можешь оставить Крис на Майюше Майюше плохо помогает, но Ты Ты и так уже достаточно помогаешь Ты правда так думаешь Да Вот почему ты не должна так говорить Акарин Очень хорошо Может быть, лучше позволит тебе разобраться с этим Я уверен, что она не хотела бы видеть меня прямо сейчас Акарин, ты поссорился с Крис? Ну, может быть, немного поздновато Акарин что-то бормочет Сегодня вечером прошел сильный ливень Вы в порядке? Ну Думаю, да Значит, и ты, и Крис были в Акебе? Понятно Разговор на этом прекратился Я думала спросить, где они были в Акебе Но ситуация была настолько неловкой, что я решила не делать этого Вам двоим не станет Не стоит ссориться Вы должны быть друзьями Сказать, что для меня и Кристина борьба, это наш режим по умолчанию, не будет преувеличением Это просто потому, что ты слишком много дразнишь ее Она так переживает из-за самых незначительных вещей Да ладно Она выросла в Америке Она должна понимать шутки Несмотря на то, что комментарии Акарина были, как всегда, суровыми Я была удивлена тем, насколько мягкими было выражение его лица В любом случае, ты отвечаешь за это дело Ты за главную Эти простые слова Акарина придают мне энергию и мужество Да Оставь это мне Это важная миссия Да Я оставляю ее тебе Акарин крепко сжимает мои руки Я поняла Ты можешь рассчитывать на Маюши Когда я сжимаю его большие руки в ответ и улыбаюсь своей самой большой улыбкой Акарин слабо улыбается и кивает Все, чего я хочу, это чтобы Акарин улыбнулся Это За Это я чувствую, что могу сделать все Хорошо, тогда я дам тебе знать, когда найду Крис Я не против Я дам тебе знать, если она вернется в лабораторию Спасибо Хорошо, увидимся позже Когда мне доверили что-то сделать И я могла это сделать, я стала намного счастливее Я надеюсь, что смогу помочь Акарину Даже если совсем немного С этой мыслью я спускаюсь по лестнице и выхожу из здания Оставив Акарина Я еще раз обыскала территорию вокруг лаборатории и Майквин Но не смогла найти Крис Я до сих пор не могу связаться с ней по телефону И нет никаких вестей от Дару и Акарина, которые обещали сообщить мне, если найдут ее Куда делась Крис? Если я не могу найти ее после всех этих поисков, то возможно она уже покинула Акебу Но кажется, она была в Акебе этим вечером А она всегда в лаборатории допоздна, так что я не думаю, что она уехала Я еще раз огляделась вокруг Но чуваки бы совсем другая, чем днем Вокруг гораздо меньше людей Разве не пришло время для твоего комендантского часа? Ты уже дома? Не дави на себя Слишком сильно Я не давлю на себя Майуша в полном порядке Спасибо, что беспокоишься обо мне Постараюсь я тоже не давить на себя, Акарин Так что найти кого-то должно быть намного проще Но я не могла даже мельком увидеть Крис Акеба не такая большая Так почему я не могу найти ее сегодня? Будто вчерашняя встреча с Крис в толпе была просто сном Я не смогла найти даже ее след Что если Крис и правда исчезла? Нет, этого не может быть Крис не исчезнет, Акарин тоже очень старается Все будет хорошо Я стараюсь выбросить негативные мысли с головы Сейчас не время для беспокойства Бабушка всегда говорила, что люди, которые хотят встретиться, находят друг друга Я сжимаю карманы к часике в руках и вздыхаю Но работает ли это, если только один из них хочет видеть другого? Пожалуйста, пусть Крис тоже захочет увидеть Майуши Поскольку отвечаю за расследование, мне нужно работать изо всех сил Отряхнув затекшие усталые ноги, я снова начинаю ходить вокруг Продолжая поиски Крис Не могу поверить, что я до сих пор не могу найти ее Будто меня прокляли Я не могла не начать ныть Я снова и снова обходила всю Акебу в поисках Крис Но как я ни старалась, я не могла ее найти Уже почти полночь Если я не смогу найти ее до последнего поезда, придется ждать до завтра Может быть завтра она ответит на звонок? Я стараюсь относиться к позитивно Но несмотря на это, мое нетерпение не исчезло В любом случае, до этого момента я должна сделать все, что в моих силах Я не хочу жалеть о том, что не сделала чего-то Подавляя эти негативные чувства, я подняла голову И в этот момент, мой взгляд устремился на Искатакаду Упикс Каштановые волосы, индивидуальная униформа Она далеко, но ошибиться невозможно Крис? Крис безучастно смотрит вниз с эстакады Крис! Эй, Крис! Я дико размахиваю руками и выкрикиваю ее имя Но она не замечает меня Все еще, глядя вниз с эстакады, она стоит на месте Машина проносится под эстакадой и пугающей высокой скоростью Крис? Крис? Мне вдруг показалось, что она может прыгнуть вниз Проносящейся под ней машины и мое дыхание перехватило в горле В доли секунды я вслепую побежала по лестнице, ведущей на эстакаду Глаза Крис были пусты и казалось, что она вообще ни на что не смотрит Она просто безучастно смотрела в пространство, прикоснувшись пальцами к губам Как будто она была куклой СВ сасана из нее душой Крис! Я бегу изо всех сил и настигаю ее Наши спутанные тела рухнули на эстакаду Майюри? Крис! Не делай этого! Не выбрасывай свою жизнь! Я заключаю ее тело в крепкие объятия Что происходит? Почему ты... Потому что ты выглядела так, будто собиралась прыгнуть В любую секунду Не нужно было остановить тебя Серьезно, Майюри? Ты думала, что я собираюсь совершить самоубийство? Да Нет, я бы не стала этого делать Я просто думаю о том, что сейчас происходит Значит, Майюша просто поспешила с выводами Какое облегчение Мое напряженное тело расслабляется Ты выглядела подавленной И я не могла до тебя дозвониться Потому очень волновалась Вот что произошло Прости, я забыла про свой телефон Все в порядке Я просто счастлива, что мне удалось найти тебя Подожди, Майюри Ты искала меня все это время? Ты искала меня все это время? Когда тебя не было весь день Но уже почти полночь Я волновалась за тебя, Крис Может быть, я немного переборщила Майюри Ты симпатичная девушка Потому тебе не стоит гулять так поздно ночью Тебя могли поймать бандит Или ты могла бы оказаться в другой опасности Не стоит ли тебе прислушаться к собственному совету, Крис? Я не такая симпатичная, как ты, Майюри Так что все в порядке Нет, это не так Майюри Крис слабо улыбается и нежно гладит меня по спине Спасибо, что искала меня все это время Ничего, мой друзья Так что это вполне естественно Это естественно для тебя, Майюри До сих пор никто никогда не искал меня Для меня это все, что угодно Только не естественность Крис Я всегда думала, что никому никогда не будет Дело до того, что со мной случится Даже мой отец игнорировал меня Майюши никогда не будет безразлична То, что случится с тобой, Крис И все остальные чувствуют то же самое Фейрис, Аккарин И все остальные в лаборатории Когда я это сказала, Крис мрачно посмотрела вдаль Некоторое время она молчала Затем испустила тревожный вздох Майюри Ты слишком хороша Не думай, что у меня есть право Смотреть тебе в глаза Она прикусила губу и опустила глаза вниз Не говори так Я снова крепко обнимаю стройное тело Крис Все хорошо, мы всегда будем друзьями Не беспокойся о мелочах Майюри Она нерешительно поднимает глаза, чтобы посмотреть на меня Затем качает головой Но что если это не мелочь Даже тогда все будет в порядке Нельзя заводить друзей, не будучи готовым к подобным вещам Готовым, да? Я предпочитаю слышать суровую правду, чем приятную ложь Это гораздо лучше, чем вообще ничего не знать Помни выражение лица Карина и киваю Крис Понятно Ты сильная, Майюри Крис скрестила руки и бормочет про себя Словно убеждая себя в чем-то Они вдвоем хранят секрет от Майюши А Карин не сказала мне, но Крис может Крис, ты помнишь наше обещание устроить ночевку? Да, конечно, отель, в котором я живу Нероскошный, но если тебя это устраивает То добро пожаловать в любое время Это не обязательно должно быть что-то шикарное Главное, чтобы мы могли хорошо и долго говорить Ничего, если мы сегодня переночуем Ну, то есть, если ты тебя не затрудни Конечно, в конце концов, если мы не сделаем это сегодня Следующего раза, может быть, и не быть Подумав немного, Крис кемнула Да, я согласна Спасибо Нет, это я должна благодарить тебя Кроме того, я должна извиниться перед тобой Не беспокойся об этом Так, сохраняшка, сохраняшка Так, давайте сохраним еще так Так Как-то вторая серия прям тяжко идет После такого перерыва Но ничего, я справлюсь Ну что ж Я как понимаю, у нас идет ночевка в следующей серии Не уверена, что будет финал или не финал Так как я немножко не совсем Как нужно записываю Чтобы получилось три серии Ну да ладно Ну а с вами была Ами Шепард До следующих серий Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok